Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так что, ну, может, кто-то уже решил, что мы напрягаем ребенка Он очень любит, ему нравится Значит, друзья, вот мы остановились в таком вот номере С двумя комнатами, две ванные комнаты Нас объединяет только вот эта дверь Парам говорит, пусть папа идет на балконе, пьет кофе с видом, с прекрасным на море Напоминаю, мы находимся в знаменитом городе Мурудешвар Вон огромная статуя Шивы стоит на башне Тоже это мы все сегодня будем смотреть, забираться Я вам подробнее расскажу Но прежде мы пойдем завтракать А потом планируем всей компанией, друзья, плавать вот в этом бассейне Я вам чуть позже расскажу прикол Я хочу зрителям нашим показать нашу жуткую душевую Ну как, душевая в принципе нормальная А вот дверь, Парам, покажи Вот на кто мог додуматься Зеркало поставить на дверь в туалет Я несколько раз думала, что я сейчас уйду в зазеркалье Идем, ладно, назад Знаете, это немного неожиданно, мягко говоря Когда ночью подходишь к туалету, она тебя кто-то смотрит Не сразу понимаешь, что это твое отражение Идем завтракать Немножечко покажу вам ресепшн Очень красивый, просторный Вообще в целом мне отель очень понравился Номера хорошие, кроме зеркала На туалете, на двери Так, заходим Заходим на завтрак Завтрак вегетарианский Но выбор большой Сейчас уже наберу Что мы наберем, покажу Но выбор есть Есть где развернуться Дедушка уже сидит Сейчас будем за ним ухаживать Тосты нам еще должны принести Как и я не взяла ложку Ложку-вилку Парам бринк ми Спасибо Сейчас я тебе намажу Артур маслом и джемом Кушай пока то, что ты себе положил хлопья Нам наливают стакан Питьевую воду Папа с деваркером сидят Завтракают за соседним столиком Совсем близко А, видео-видео Приятный очень здесь персонал Все такие улыбчивые Приветливые Окей, бон аппетит Приятного всем аппетита Показываю, что я набрала Ну, типичный индийский завтрак Есть фрукты Мы еще фрукты не брали Соки Арбузный сок взяли Тосты вот Артуру принесли Сейчас делаем с маслом и джемом И Артур ест вот сейчас хлопья С теплым молоком шоколадным Так что для всех есть вкусный завтрак Выбор хороший Ты ему дал костюм плавательный? Да, да, говорит, дал В общем, друзья Ну, вы в курсе того, что мы, когда путешествуем Очень редко бронируем за ранее отеля Ну, на это есть причины Из нашего опыта действительно так лучше делать И когда мы сюда, в этот город, да, говорит Спустя много-много лет Парам говорит, что его отец сейчас будет плавать в бассейне Да, и мы, когда приехали в этот город Опять же, мы ничего не бронировали Уже на подъезде стали решать Какого плана мы отель будем снимать Сюда приезжают паломники разные Со всей Индии Поэтому, соответственно, даже иностранцы тоже Поэтому, соответственно, здесь и отели На любой кошелек, на любой вкус Разного плана Ну, и мы стали обсуждать Какой же нам отель надо снять Я говорила, что для меня самое главное сейчас Это чтобы был хороший интернет для работы Ну, а также я много раз вам говорила Что мы очень любим поплавать в бассейнах всей семьёй Так, да, давайте, давайте запечатлим этот торжественный момент Ну, ну, как водичка Good water, Артур, нормальная вода? Да, говорит, конечно, конечно Слушайте, ну он крутяк Папа крутяк Сейчас посмотрим, вообще он плавать умеет Ну, Парам говорит, что умеет Но сейчас мы проверим Да, поплыл, посмотрите Поплыл Папа поплыл Диваркар тоже, смотрите Переоделся в плавочке Сейчас тоже будет с нами плавать Вот, ну и Парам всегда сейчас спрашивает у папы Что он хочет, какое кафе, что есть В общем, он всё время с ним советуется Параму важно угодить, по-моему, в первую очередь своему отцу Ну, и тут же, что же Я думала, что папа скажет Да, давайте что-то попроще С ними мы сюда вообще пришли Смотреть эту статуи Шивы Ну, вы поняли Разные религиозные места смотреть Храмовый комплекс Ну, типа, как отель, это не так важно Но нет Папа сказал Я хочу, чтобы мы остановились возле моря Я хочу, чтобы... Да, я, говорит, хочу, чтобы был бассейн Парам вчера вечером ещё выбегал Искал ему вот эти вот шорты Вот, в которых сейчас он плавает Топорам буквально вчера купил Слушайте, но я не перестаю удивляться отцу Парама Наплавались в бассейне Очень понравилась Водичка тёпленькая Ну, и после бассейна решили поехать Взяли уже машину Поехали на пляж Конечно, плавать мы бы не стали Волны сильно большие Но, знаете, походить по песочку Помочить ножки Очень хотелось А нет А я вот сейчас тоже смотрю Никого нет на пляже Не разрешают Не разрешают, потому что Это сейчас небезопасно Люди разные бывают И могут утонуть Но ничего страшного Вот посмотрите На фотографии изображён Владелец этого отеля Это непростой человек К сожалению, его сейчас нет В нашем мире Он ушёл 4 года назад Из жизни Сейчас его дети Его дети Дети владеют этим отелем Ну, и сейчас я вам Расскажу историю Об этом удивительном человеке Намасшка Я не знаю, где вы говорите Острови Са, вообще, 40 лет назад Здесь есть маленький Темпл 40 лет назад Темпл 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 Атмалинга Атмалинга Гокарна И здесь есть Дарешвара Мудеша Не хочется покидать этот отель Действительно, место удивительное Перед вами Перед вами, мои друзья Огромная, высоченная Храмовая башня Гапура И напротив неё Стоит статуя Бога Шивы 37 метров Вторая по величине Самая высокая В Непале Находится И вот Как раз Владелец отеля В котором мы остановились Построил эту статую В 2002 году Изначально здесь Я думаю Мы сейчас посетим Храм Древний 16 века И вот этот человек Понял, что Здесь нужно Построить Статую Шивы Это необыкновенное место Он решил, чтобы Это место стало знаменитым Чтобы сюда приезжали Паломники Кроме того У него здесь Кроме этого отеля В котором мы остановились Ещё Семь отелей Богатый бизнесмен Который здесь родился И вот ему Как пришло Такое видение Что ли Или как это сказать Что вот он должен Здесь Сделать это место Особенным Ну, оно и было особенным Но, чтобы О нём узнало Как можно Больше людей Где-то, что сейчас Реставрируется Эта башня Два слона Стоят на страже Натуральное величину Огромные слоны Парам сейчас пошёл Заказывать рыбу Для нас с Артуром Поедим Скорее всего В машине Напоминаю Что отель В котором мы остановились Вегетарианцы Но парам всё равно Вчера вечером Я не помню Говорила или нет Я уже не снимала Просто вечером Видео я особо Не снимаю Это уже наше время Мы с Артуром Да, вкусная была рыба Вкусные креветки Заравийского моря Это мы сейчас Уже находимся Внутри Храмового комплекса Конкретно сейчас Мы идём По столовой Здесь люди могут Бесплатно Поесть Ну как бесплатно Всё равно Нужно Донейшн Оставить Я где-то здесь Видела портрет Портрет этого Опять же мужчины Ну мы уже На него посмотрели У нас в отеле Везде повсюду Его портреты Здесь можно будет Увидеть Как-то Негигиенично Негигиенично Артур считает Что сначала В этой тарелке Помыли руки Теперь Я из Украины Что это? Это сладкий Это Украина Ну что, Артур Аппетит у тебя Тоже уже? А? Как ты себя чувствуешь? Не терпится Попробовать Я не знаю Как-то и неудобно Будем ли мы Вообще это есть Ну и видите Я поставила Одну тарелку Нам на двоих Потому что Ну явно Артур точно Не осилят Светопорцы Так, сейчас Рис раздают Разносят Рис Ну что, рис Можно поесть Окей, thank you Артур, чего ты? Не, ну, бас, бас Сколько ж нам Еще нам двойную порцию Дали риса Необычный Необычный Артур говорит Рис Ну сейчас попробуем Ну что, Парам? Как это? Очень вкусно Очень вкусно Очень вкусно Да? Деварка Вкусно Супер Хрю-хрю 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 Скажи Хрю-хрю Несколько раз Ребята еще Проезжали Предлагали Добавку Но я отказалась Больше того Я дала Параму Нашу с Артуром Порцию Парам в восторге Я все равно Немножко попробовала Немножко Моша и Артур Ну что, действительно впечатляет статуя Шивы. Он сидит в позе лотоса. Четыре руки. А в баран все время, папа, папа, кам, кам, папа. Ну а вайф, you forgot about вайф. Говорит, а вайф тоже, говорит, вайф тоже. Видите, сейчас реставрирует эту башню. А так вообще обычно можно было на нее забираться и с высоты смотреть на статую. И рассматривать ее во всей красе. Очень красиво, когда светит солнце, она переливается. Но сейчас тоже красиво. Ну вот, молодец, конечно, да, этот мужчина. Видимо, у него было много денег. Бизнесмен и оставил свой след в истории. Теперь все будут смотреть на эту статую Шивы и параллельно вспоминать человека, который ее... Ну, не построил, конечно, профинансировал. Опять, смотрите, Тата впереди нас, впереди всех. У меня уже язык на плече висит. А он бегом, бегом, после того, как поплавал, столько заплывов сделал. И еще ему хватает энергии на то, чтобы подниматься вверх по ступенькам. Ну как? Давайте, друзья, поставим нашему каналу лайки прямо сейчас за то, что мы посетили это место. Многие мечтают здесь побывать. И мы это сделали! Я очень надеюсь, что мое видео передает всю эту красоту, всю эту величину. Бычок Нанди. Всегда Шиву изображают рядом с его верным спутником Нанди. Можно от него потереться и загадать желание. Но я не знаю, тут, наверное, не получится. Я и так уже очень много мест посетила, где загадывала желание. И надеюсь, что самое главное желание сбудется, которое ждет каждый из вас, я так думаю, мои зрители. Когда уже наступит спокойствие в этом мире. Мир, когда наступит. Может быть, не все в курсе, мы находимся не так далеко от штата Гоа. Всего 100 километров нас отделяет от знаменитого пляжа Палалем. И также недалеко от нашей квартиры. И когда мы пересилимся, когда мы переедем, если возникнет желание, можем без проблем сюда приехать. Всего пару часов. Что-то этот мужчина от меня хочет. А, я не понимаю. Я не понимаю, извините. Он идет за мной. Так, я все-таки подойду к бычку Нанди и постараюсь на него прикоснуться. Вот. Пусть наше желание сбудется. Пришлось преодолеть семь кругов ада, чтобы показать вам следующую мировую достопримечательность. Мало того, что дорога серпантин. Ну, типа, как у нас в Матаране. Плюс туман. Дорога незнакомая. В Матаране-то мы уже знаем каждый поворотик. А тут так страшно было. Укачало. Боже мой. Но я надеюсь, что... Я надеюсь, что оно того стоило. Ребята, мы подъехали к знаменитому на весь мир водопаду Джок Фоллс. Артур, Артур, сынок, скажи нашим зрителям, какая высота у этого водопада. 253, по-моему. 253 метра, друзья. Высота этого водопада. Самый... Нет, не самый. Второй. Второй по величине в Азии водопад. Артур узнал про этот водопад со школы, из учебника. Приходит как-то домой и говорит, Папа, папа, а ты был? Ты видел водопад Джок Фоллс? Это ж в Карнатоке. Он знает, что папа отсюда родом. Папа говорит, нет, не было. Артур, мол, надо обязательно посетить. Я очень хочу. А сейчас вот в процессе, в поездке, выяснилось, что, оказывается, Парам все-таки здесь был, Парам. When you four years old, когда Параму было четыре годика, папа вместе с мамой привозили его сюда. Парам этого не помнит. 35 лет назад. Можно себе только представить, какие сейчас эмоции посещают папу. Представьте, 35 лет назад. Они себе он сейчас рассказывает еще, вспоминает этот день, как они здесь проводили вместе время, вместе с женой, мама еще была жива. Артур, ты тоже вырастешь, приедешь сюда вместе со своим ребенком, с женой и будешь вспоминать. Сынок, я что-то интересное рассказываю, будешь вспоминать, будешь рассказывать своей жене и детям, что я сюда приезжал с папой, с мамой, с дедом. Артур, слушай, что я тебе говорю. Боже мой, он еще маленький. А вот потом будет вспоминать, как сейчас Парам тоже. Его переполняют такие чувства. А у нас в компании пополнение. Да, Артур? Парам вот нашел этого мужчину, экскурсовода. И сейчас он нам кое-что покажет и расскажет. Я еще не знаю, что. Господи. Из-за того, что дождь, из-за того, что туман, особо ничего не видно, не видно этих водопадов. Ну и мы расстроились. Ну как, я вообще не расстроилась, но вот Артур, у него такая фраза прозвучала, что мол, зачем я вообще тогда папе сказал про этот водопад. Вот, что мы так тяжело сюда добирались, так долго ехали, приехали, а в итоге ничего особо интересного, ничего не видно. Артур расстроился. А самое главное, что Парам сказал, папа хочет, папа хочет. Вот это вот экскурсию. Артур помогает. Дед сам не разобрался с этим спасательным жилетом. Раньше папа не был на этой экскурсии, но я надеюсь, что не зря, что экскурсия дорогая. Надеюсь, что нам понравится. Где наш капитан? Капитан Джек Воробей. Ты, Артур? Я стала немножечко переживать, Артур, по поводу нашей безопасности. Волнейшая ржавая корыта. Да, посмотрите, мужчина ведром выгребает воду. Это мы еще не отплыли даже. А уже какие-то трудности возникли. Вот с нами, смотрите, еще присоединились к нам четверо парней. Я не понимаю, кого мы ждем. Давайте уже отправляемся в путь. Да, реально, а кого мы ждем? Я не говорю русский язык. Русский язык. Река называется Шаварати. Это наш экскурсовод. Задавайте вопросы. Все, что вас интересует, он на все вопросы ответит. Да я сейчас подумала. Обычно не очень охотно люди берут с собой путешествия маленьких детей или пожилых людей, потому что это обуза, вечно отстают, никуда не хотят. А у нас наоборот. Вот, заводила. Я бы ни за что сама бы сюда не поехала. Он говорит, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Дедушка какой. За любой кипиш. Мы сейчас проплывали дамбу. Гидроэлектростанция обеспечивает электричеством 75% штата Карнатоки. Я сейчас говорю, а сама боюсь, переживаю, если опять волна наплынет, периодически такое случается, либо ветер, либо волны. Очень опасно, вы видите. У меня аж руки дрожат, но надо ж поснимать, пока вроде спокойно, пока говорю. Я себя сейчас ощущаю героиней, героиней франшизы, пираты Карибского моря, да, Артур? Артур, сынок. Как будто бы это, мы сейчас герои Карибского моря, господи, пиратов Карибского моря. Скажи, Артур только что папе сказал, что он хочет плавать здесь. Какой смелый парень. Не знаю, будем ли близко подплывать или нет, он на том холме расположены отели, бунгало, и стоимость проживания для одного человека пять тысяч. Нехило. Я представляю, если сейчас папа скажет, сынок, я хочу остановиться в этом отеле, ночку провести. мы еще не бронировали, так что вариант такой не исключен. Может, папа стоит в этом отеле? Давай, 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 говори. Опять дождь пошел. Ну, а сейчас кульминация нашей экскурсии. Гид привел нас на это место, откуда открывается, но реально классный вид. Слушайте, я даже не ожидала, что... Ух ты! Круто! Вот и наши ребята с нами. Какая красота, ребята! Девчата! Да, вот теперь я точно могу сказать, что не зря, не зря мы взяли эту экскурсию. Ну, в восторге. Папа просто в восторге, бешеного. И посмотрите, как у него глаза сияют. Супер! Супер! Молодец! А мы бы так бы и уехали, ничего не увидев. Ну, действительно, раз мы же не будем сюда приезжать часто. Раз уже здесь, то нужно по максимуму все посмотреть, всю красоту. Значит, этот водопад состоит из четырех. Назовите, пожалуйста, имена. Неймс? What names? Раджа, Рани, Рорал Рокет. Спасибо. Раджа, Рани, Крокочущий и Ракета. Какой шум, ребята. Я надеюсь, что камера передает. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова